Ну, что касается Европы, ну, повторяю, там осознания у населения приходят к тому, что их используют в своих интересах другие страны, и прежде всего США. Ну, приходят, и приходят, это их дело, мы туда вмешиваться не собираемся. Но, что я хотел бы сказать в завершении. Единственным гарантом, тоже я где-то уже говорил об этом, у меня это проскакивало, единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия. Россия, когда создавала Советский Союз, передала просто так, вместе с населением, огромные исторические территории российские, огромный потенциал, и вкладывала колоссальные ресурсы во всю эту территорию. И западные земли Украины, ну, мы же знаем все, как Украина получила-то. Сталин отдал после Второй мировой войны, отдал часть польских земель, Львов и так далее, сколько там, несколько областей крупных, там 10 миллионов человек проживают. Чтобы не обижать поляков, компенсировал их потери за счет Германии, отдал в восточные земли Германии, Данцовский коридор, да и сам Данцов. Часть отобрал у Румынии, часть у Венгрии, все отдал туда, в Украину. И люди, которые там живут, многие, во всяком случае, я знаю это наверняка, 100%, они хотят вернуться на свою историческую родину. А те страны, которые потеряли эти территории, прежде всего Польша, спят и видят вернуть. В этом смысле только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины. Не хотят – не надо. История всё расставит на свои места. Мы мешать не будем, но свою не отдадим. Вот что все должны понять. И в Украине – те, кто агрессивно настроен в отношении России. И в Европе, и в Соединённых Штатах. Хотят договариваться – пусть договариваются. Но только мы будем делать исходя это из наших интересов. Спасибо.